За три месяца работы выставки «Россия» Орловщина успела познакомить гостей со своей культурой, аграрными и экономическими достижениями. И вновь настало время экспозицию сменить. Еженедельная экспозиция Орловской области на выставке «Россия» меняется, и в этот раз решили уделить внимание нашей молодежи. Так вышло, что павильоном номер 75 стали заведовать молодые лица. Они завлекали гостей выставки на Орловскую площадку, использовали для этого разные способы, мастер-классы, просветительские тесты и даже барабанную дробь. В день молодежной политики Орловщина делилась успехами своих студентов, волонтеров, членов молодежных движений. Они победители конкурсов и обладатели грантов разных уровней. Юных талантов так много, что это стало проблемой для организаторов экспозиции. Мы столкнулись с тем, что кого выбрать, потому что это очень-очень непросто. Описать все сферы, в которых наша молодежь лучшая, лучшая в стране, лучшая в федеральном округе, даже на международном уровне. В число избранных попали студенты Орловского госуниверситета. Они представили сразу два своих проекта. Один из них – атлас виртуальных экскурсий по рабочим местам. Панорамный фотограф университета отснял активных, продвинутых работодателей в производственную обстановку. И теперь на нашем сайте вы можете погулять по цехам, офисам. Все, что есть привлекательного, интересного для работы в Орловской области. Этим не ограничились. Чтобы познакомить с Орловскими предприятиями как можно больше ребят, студенты организовали конкурс комиксов. Ребята рисовали по факультетам, объединялись в команды и на основе виртуальных экскурсий, которые тоже сами выбирали предприятия, передавали рабочую атмосферу в своих комиксах, возможно, какие-то элементы рабочие. Всего на выставке «Россия» презентовали почти два десятка орловских молодежных проектов. Это патриотические флешмобы, социальные акции, даже просветительские маршруты. И, кстати, Орловская область представила новый тур – туристическая пробежка «Орел». Он, кстати, вошел в топ-10 всероссийского конкурса молодежных путешествий. Маршрут построен. С 2020 года, как президент подписал закон о молодежной политике, перед ребятами, в том числе Орловскими, открываются все новые возможности для развития и реализации. И скоро их станет больше. У нас этот год будет особенен тем, что при вашей непосредственной поддержке, по поручению главы государства, будет принята и стратегия развития молодежной политики. Это еще один важный документ, который написан, исходя из вашего опыта, исходя из того, что мы наработали за 10 лет. И я очень надеюсь, что мы будем творцами нашего будущего.